Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Спрыгнул с моста и все концы в воду продолжаются поиски мужчины, который бросился в реку, но со слов очевидцев смог выплыть и побежал в лес. Рухнули плиты. Комиссия МЧС обсудила процессы демонтажа, перекрытия двухэтажного здания в Луеве. Оформила сожителя опекуном и почти пять лет жила на пособия. Методист районного отдела образования и ее избранник задержаны за мошенничество. Выносят все, даже продукты. Что воруют из дачи, как защититься от краш, выясняли наши корреспонденты. Площадь возгорания более 40 гектаров. В регионе горят трава и кустарники. Какие меры не допустят распространение огня? Поговорим об этом с экспертом в студии. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Продолжаются поиски мужчины, который спрыгнул с моста через Днепр в Жолбинском районе. 19 марта он остановил там свой автомобиль, вызвал спасателей, разделся и прыгнул в реку. На поиски отправились сотрудники освода и милиционеры. Звонок на линию 101 поступил в 18.38. Мужчина сообщил о своих намерениях. Через несколько минут уже в милицию звонили очевидцы. Они видели, как прыгнувший вынырнул и поплыл к берегу. Однако вскоре скрылся из виду. Работники освода и сотрудники РОВД ведут поисковые работы до сих пор. По состоянию на 27 марта ни тела, ни фрагментов одежды отчаянного джампера не обнаружено. Семь человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в Гомеле. Горела квартира в доме по Реческому проспекту. Сообщение о ЧП поступило 19 марта. До приезда спасателей хозяйка квартиры 1967 года рождения самостоятельно покинула жилье. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения ее госпитализировали. К моменту прибытия спасателей огнем полыхал балкон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Работники МЧС эвакуировали жильцов квартир этажами выше, в том числе двоих детей. Никто в медицинской помощи не нуждался. На трассе в Гомельском районе легковушка сбила лося. Животное попало под колеса автомобиля, внезапно выбежав из леса. Водитель легкового авто ехал по трассе М10. Избежать наезда не удалось. Животное травмировано. Ему на помощь прибыли работники гомельской структуры Белорусского общества охотников и рыболовов. Люди в ДТП не пострадали. В Лойве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания. Свидетелями происшествия стали три местных работника. Они покинули здание после того, как услышали громкий треск на втором этаже. Обрушились шесть плит на площади около 50 квадратных метров. На фасадных стенах появились трещины. Здание огородили. Причина ЧП устанавливается. Вопросы по демонтажу обрушившихся конструкций рассмотрены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Методист Светлогорского райисполкома фиктивно оформила сожителя опекуном вымышленных детей и жила вместе с ним на пособие. Крупное мошенничество вывели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Светлогорского РУВД. Под подозрение попали бывшая методистка сектора охраны прав детства и ее сожитель. Пара совершила преступление еще в 2015 году, когда женщина работала в отделе образования Светлогорского райисполкома. Мошенническая схема работала до момента, пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов, а выявлено несоответствие сообщили в милицию. За пять лет пара успела получить почти 30 тысяч рублей. Их действием следователи уже дали правовую оценку. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как известно из истории человечества, с момента появления собственности появились люди, желающие этой собственностью завладеть, причем не всегда законным путем. Один из наиболее популярных способов – тайное хищение. В первые два месяца 2020-го в Гомельской области отмечен рост краж из частных домов и подворий. В основном воруют из садоводческих кооперативов и деревенских домов, приспособленных по даче. Что воруют, кто на это идет и как защититься от непрошенных гостей? В следующем сюжете. По статистике, рост краж из загородных домов приходится на январь и февраль, когда соскучившиеся по сельским пейзажам дачники возвращаются на свою отчину и замечают, что в их владениях кто-то побывал. За два месяца текущего года на территории Гомельской области более чем в два с половиной раза увеличилось количество краж из частных домов и подворий. Воры выносят любые вещи, в том числе не особо ценные – продукты питания, одежду, посуду, различные изделия из металла, садовый инструмент. Так в ноябре в Мозырском районе произошла кража из дачного домика пенсионерки на садовом товариществе «Нефтепереработчик». Дневной добычей неоднократно судимого за кража 64-летнего мазырянина, который позже был задержан, стали всего-то две банки рыбных консервов и три пачки макарон. А в январе в Будокошелевском районе благодаря экспертам удалось найти дачного воришку, который пробрался в дом через небольшое окно входной двери. Специалистам на месте происшествия с помощью дактилоскопических порошков были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. Там же на месте они были проверены с потерпевшими. Было установлено, что они оставлены посторонним лицом. В ходе проверки по дактилоскопическому учету было установлено совпадение с отпечатками пальцев рук ранее судимого лица местного жителя данного населенного пункта. На этой неделе задержали 65-летнего мужчину без определенного места жительства, который ураганом прошелся по дачам в Мозырском районе. Убытки от непрошенного гостя уже подсчитывают дачники и садоводческих товариществ, испытатель и Виктория, а оперативники проверяют задержанного на причастность к другим кражам. Надо сказать, заборы для дачных воров не помеха, а слабая техническая укрепленность домов и сараев – приятные обстоятельства. Пользуясь этим, преступники берут все, что плохо лежит и во дворах, и в постройках. Разбивая оконные стекла и взламывая замки, проникают в помещение и выносят ценные вещи. Как правило, в зоне риска – дачи, находящиеся рядом с железнодорожными станциями, либо в непосредственной близости от окраин городов. Ну вот 104-й много беспокоит. Там такие мальчишки ходят у нас, такие лет по 14-15 сюда. Мы несколько раз уже их просили по-хорошему. Мы говорим, мы сейчас, не дай бог, если что-то произойдет, мы будем жаловаться милиции, там все такое. Ну не слушаются, все равно ходят. Вот вчера тоже втроем приходили. Времена меняются, и сегодня далеко не все люди свозят на дачу всякое барахло, которое может пригодиться в хозяйстве. Те, у кого хороший достаток, привозят новую мебель, устанавливают дорогую бытовую технику и садовые скульптуры. Да и сами дома нередко обустраивают лучше городских квартир. Зимой такие качественные жилые постройки не меньше простых дач привлекают взор злоумышленников. Закрыли периметр полностью. У нас ворота и калитки закрываются. Всем членам товарищества раздали ключи. Все ходят, только друг друга теперь знают, посторонние не заходят. И уже кооператив пришел к тому, что когда был проходной двор, так даже люди не знали, это члены товарищества или не члены. Теперь каждый практически друг друга знает, даже если появляется какой-нибудь человек, который не с товарищества, то каждый спросит, что зашел, и кого ты ищешь, или какие у тебя есть вопросы. Нет, сразу понимаем, что вы не туда, давайте здесь охраняем территорию. Раскрытие краж и эффективная профилактика продолжают оставаться наиболее острыми проблемами в деятельности милиции. Участковые уверены, что чем меньше признаков постоянного пребывания хозяина на своем приусадебном участке, тем больше желающих тайком наведаться к нему в гости. Основной сложностью в раскрытии таких преступлений является то, что между самим фактом хищения и моментом установления кражи проходит время. И раскрыть воровство по горячим следам уже невозможно. Так как сложно установить свидетелей, теряются следы преступления, злоумышленники успевают сбыть краденые вещи. Помочь здесь могут только прогрессивные технологии. Технический прогресс на сегодняшний момент не стоит на месте. Многие члены товарищества обеспечивают сохранность своего имущества путем установки видеонаблюдения камерами, установки сигнализации, как с выводом на пульт департамента охраны, так и с уведомлением GPS и на золотовые телефоны. Также устанавливают с датчиками движения системами освещения дворовых территорий. Однако основным остается все же прежний совет. Не стоит оставлять на даче ценные вещи. Лучше забрать их в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в загородном доме. Если же долгожданное открытие дачного сезона все же омрачило кража, то, не задумываясь, обращайтесь в милицию. И чем быстрее, тем больше будет шансов отыскать вора и, возможно, вернуть дачные ценности. Повреждено более 40 гектаров травы, кустарников и леса. Таковы данные МЧС на эту пятницу о пожарах в экосистемах Гомельской области. Торфяники еще не горят, но сухая растительность дымит в начинающей фазе. Спасатели работают на профилактику и активно мониторят обстановку. Она контролируется и с земли, и с воздуха. Смотровые комиссии ходят по домам и общаются с населением. О том, как ведется работа и какой ущерб уже нанесли пожары, далее в репортаже. Каждую весну сводки МЧС полнится информацией о пожарах в экосистемах. Но период март-май 2020 может стать самым напряженным для спасателей Гомельской области. Осадков зимой было мало, трава на полях сухая. Достаточно искры, и его величество огонь не заставит себя ждать. За последнюю неделю МЧС регистрирует в среднем по семь пожаров, кустарников и сухой растительности. Иногда огонь подбирается близко к деревням. Пенсионер из городского поселка Октябрьский пострадал из-за беспечности, уснул на поле при сжигании травы в Светлогорском районе. Медики сделали все возможное. Однако мужчину спасти не удалось. 21 марта он скончался в Гомельской городской клинической больнице от ожогов второй, третьей и четвертой степени тяжести. С наступлением весны люди начинают наводить порядки на своих приусадебных территориях, выжигают мусор, выжигают растительность и порою не задумываясь о своей безопасности, безопасности своих близких. Болейшее дуновение ветра, любой безобидный с их виду костер, может случиться пожар у них дома, либо у соседей. Первая волна пожаров уже началась. Вторую ожидают, когда дачники массово откроют сезон. Тогда начнется сбор травы и мусора, люди будут жечь костры. Это и представляет опасность, особенно в ветреную погоду. История борьбы с огнем знает примеры, когда палы травы становились причиной больших пожаров. В Гомельской области были случаи, когда из-за этого за раз сгорали по 8-10 строений. Практически целые деревни. В связи с ухудшением оперативной обстановки, наступление ранней весны, во всех регионах Гомельской области работниками областного управления МЧС проводятся с заинтересованными ведомствами, представителями лесхоза, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению возгораний в экосистемах. В 2019 году в Гомельской области зарегистрировано 14 пожаров по причине выжигания сухой растительности, на которых погибло 2 человека. 4 получили травмы, уничтожено 9 и повреждено 13 строений. Но могло быть и больше, если бы не работа смотровых комиссий. В деревне Лопатина Гомельского района представители субъектов профилактики зашли в гости к пенсионерке и, возможно, предотвратили пожар. Не волнуйтесь, мы пришли вам подсказать, рассказать, как надо правильно мусор сжигать, чтобы не было пожара. Не волнуйтесь, мы ничего не будем наказывать. Пришли рассказать, пошлите посмотрим, что у вас там. В то время, когда сын был на работе, 88-летняя женщина решила немного убрать во дворе и разожгла костер, чтобы сжечь собранный мусор. На всем подворье вплотную к дому была разбросана солома. Одной искры хватило бы, чтобы разразился пожар. Хозяйка находилась в доме и не следила за костром. Офицеры взяли лопаты и тут же его затушили. С пенсионеркой поговорили, а сына попросили навести во дворе порядок. И таких бесед за смену работы смотровых комиссий может быть десятки. Большинство понимают проблему и стараются правила соблюдать. Если там полоска какая-то, я и сам затушу. А если там уже площадь началась, естественно, я уже есть буду звонить. А иначе никак. Штрафы за выжигание сухой травы и растительности сегодня могут больно ударить по карману. Особое внимание к тем, кто отдыхает на природе. Именно из-за них чаще всего происходят непреднамеренные пожары. Во время рейдов с любителями шашлычка на природе инспекторы беседуют часто. Просто отдыхаем. А почему вы выбрали такое место, где какая-то сухая трава и все остальное не боится? Нет, мы не боимся. Во-первых, здесь все сырое. Во-вторых, у нас вода рядом. Мы в любую секунду можем затушить. Но практика показывает, что в любую секунду человек может справиться с пожаром, пока трезвый. А когда он выпил, домой возвращается, уже забыв о костре. МЧС напоминает, что виновников больших пожаров устанавливают и часто привлекают к ответственности. Тепло и без осадков погода на предстоящих выходных будет по-весеннему комфортной. Это прибавит настроения и оптимизма. Правда, расслабиться смогут далеко не все. Те, кто несут профессиональную службу в эти дни в повышенной готовности. В Беларуси на пороге пожароопасный период. Палы уже затронули траву и кустарники. Некоторые пожары произошли на обширной территории. О том, как не раз сжечь из искры пламя, как вести себя на даче и правильно заниматься уборкой территории, поговорим с начальником отдела Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Гуцем. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, телезрители. На данный момент, на сегодня, какова обстановка в регионе, связанная с травяными пожарами? Осенне-зимний период 2019-2020 года характеризовался повышенными уровнями температуры окружающей среды и низкими уровнями воды. И в результате чего уже в марте месяце создались благоприятные условия для возникновения пожаров в экосистемах. На сегодняшний день зарегистрировано порядка 70 пожаров в природных экосистемах. Основная масса возникших пожаров произошла в период с 20 по 22 марта, выходные дни. На общей площади... То есть, когда солнышко пригрело, трава сухая, все пошло гореть? Совершенно верно. Значит, ну и площадь достигла более 40 гектаров. Скажите, ну понятно, что весной причина таких пожаров все-таки человек. Что неправильного в действиях людей? Да, нельзя с вами не согласиться. Конечно, в большинстве случаев причиной пожаров является человек. Но здесь существует два принципиально разные... Две принципиально разные причины, когда человек является поджигателем травы, кустарников, либо торфа. Без какого-либо умысла заносит источник зажигания путем, значит, непотушенного окурка, непотушенной спички, значит, либо искры от огня могут привести к возникновению пожара. В том числе и торфяного пожара. В том числе и торфяного пожара. Значит, торфяной пожар возникает в результате горения сухой растительности на торфяном поле. То есть, в принципе... Хорошо. А умышленная причина? Это специально поджечь ради забавы? Специально поджечь ради забавы. Совершенно верно. Значит, бытует такое мнение, что если выжечь сухую растительность, то она быстрее начинает расти. Очень распространенное мнение. Да. И эти действия подстрекают наших людей к умышленному поджогу. Уборка территории на приусадебных участках. Часто для этого люди разводят костры, но и без этого не обойтись. Как это сделать правильно, чтобы не нарушить нормы и требования МЧС? Несмотря на важность данного вопроса, конечно, здесь требования достаточно простые. Наводить порядок, конечно, на своих территориях нужно. И наводить порядок, сжигая эти все остатки, конечно же, можно. Но нужно это делать в безветренную погоду, значит, при наличии средств пожаротушения элементарных, которые имеются под рукой. Значит, это лопата, это ведро с водой, а не тушитель, либо поливочный шланг. Так, ни в коем разе нельзя оставлять без присмотра место кострища. И по завершению этих всех работ обязательно убедиться в том, чтобы костер полностью погас. Дабы, чтобы он не воспламенился и снова не начался, значит, пожар. Дмитрий Александрович, а безопасное расстояние от домов, это какое расстояние? Безопасное расстояние от домов, это 10 метров от зданий и сооружений, 20 метров от лесного фонда и 30 метров от скирт и соломы. Ну, в некоторых деревнях, не то чтобы во многих, но есть такие моменты, когда находятся участки и за ними никто не смотрит. Нет хозяев, либо они уехали. Кто должен навести порядок там, на этих участках, когда мы наблюдаем на них сухую траву, те же кустарники, которые могут полыхнуть, не дай бог, кто-нибудь против окурок, начнется пожар? Да, действительно, такая проблема сегодня существует, но здесь необходимо отмечить, что ответственность за противопожарное состояние участка и всех строений, которые находятся на участке, несет персонально собственник. Значит, у нас сегодня практически каждая земля имеет собственника, но есть, как вы правильно сказали, есть сегодня такие участки, которых собственник отсутствует, либо отказался от этого участка. И здесь местными исполнительными распорядительными органами, совместно со всеми заинтересованы, проводится целенаправленная работа по передаче этих земель в хозоборот, либо для лесного фонда. Как действовать правильно, когда обнаружил травяной пожар? Значит, если вы обнаружили пожар больших площадей, то нужно в первую очередь подумать о своей безопасности. Нужно как можно быстрее уйти от зоны возможных факторов пожара, то есть от дыма и огня. В принципе, хочу сказать, что ни один, ни два человека без имеющихся средств пожаротушения крупный пожар, особенно леса и торфа, не потушит. То есть здесь необходимо в обязательном порядке сразу же вызвать службу спасения по телефону 101, либо 112, либо через приложение «Помощь рядом». Насколько мне известно, всего лишь один, по-моему, небольшой очаг возгорания торфа был зарегистрирован в Беларуси, точнее в Гомельской области, да? Да, у нас был зарегистрирован, к счастью, значит, он был зарегистрирован на небольшой площади, значит, и, в принципе, собственник совместно с службой МЧС, это в Житковичах происходило, значит, быстро его ликвидировали. Как будет прогнозироваться развитие ситуации? Вот к чему готовится МЧС? Готовы ли подразделения и службы? Безусловно, безусловно, подразделения МЧС Гомельской области готовы, готовы, значит, сегодня спланированы все мероприятия, спланированы все мероприятия, значит, и мы готовы ликвидировать пожары, значит, в том числе и травы и кустарников. Скорость сообщения в МЧС играет значение, вот, об обнаружении пожара? Мы, как ни одна служба, пребываем первыми на место пожаров, и здесь самое главное не допустить большого развития, ведь когда пожар развивается, тогда сосредотачивается большое количество техники, ну и, конечно же, тогда и время, и затраты очень большие. Здесь, конечно же, раннее обнаружение и раннее сосредоточение всех сил и средств на месте очень важно. Вы сказали, что 10% всех пожаров в экосистемах приходились на лесной фонд, да? Но там я знаю, что ответственность все-таки за лесниками Гомельской области, и они активно помогают в тушении таких возгораний. Сегодня, на сегодняшний день уже в Гомельской области зарегистрировано 8 пожаров в лесах. Первый случай был зарегистрирован 28 февраля, вот, в Петриковском районе. И вы знаете, мы уже говорили про участие человека в этом деле, и здесь, наверное, то же самое. Здесь человек тоже влияет и большую роль в возникновении этого пожара. Здесь условия могут быть разные. Значит, пожар в лесу может возникнуть в результате горения поля, и при отсутствии опашки он может перейти в лес, и, значит, может произойти пожар. Значит, к примеру, вот в пожар в прошлом году резонансный такой в Наравлянском районе, когда площадь достигла более 300 гектаров, значит, именно эта причина и стала причиной пожара в лесу. Отсутствие опашки и горение сельхозяйственного поля. Значит, второй причиной может быть, и тоже самая такая вот распространенная, это недобросовестное исполнение обязанностей работникам, которые занимаются деревообработкой. То есть они наводят порядок, то есть за собой сжигают порубочные остатки, оставляют кострище без присмотра, уезжают, и, соответственно, происходит пожар. Как с такой категорией людей, в том числе также население Гомельской области проводит работу МЧС? Значит, профилактика в этом направлении очень важна. И мы сегодня пытаемся достучаться до каждого. К сожалению, профилактике подаются только сознательные люди. Значит, ну а если... Они осознательные. А если не сознательные, то в соответствии с административным кодексом предусмотрена статья... Пугают штрафы, вот я не скажу так, асоциальных личностей. Ну, наверное, если я сейчас расскажу про суммы штрафов, то они, наверное, будут пугать. В 40 базовых эквиваленте сегодня, если в перепреводе, чуть больше тысячи рублей. В зарплатах? Да, наверное... Для некоторых. Да, наверное, стоит задуматься поджигателям. В прошлом году составляются такие административные протоколы? Да, конечно, составляются административные протоколы. В этом году? И в этом году уже тоже есть. В этом году началась пассивная кампания раньше, чем обычно, агрария уже на полях. И, конечно же, там тоже имеется сухая трава. Разрешено ли аграриям выжигать эту сухую траву? Если нет, то, в принципе, как они могут действовать? Хочется обозначить, что в 2019 году было принято постановление Совета Министров номер 779, которому устанавливаются требования по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного предприятия. Но если мы сегодня говорим про пассивную кампанию, то здесь самое главное условие – это уборку прошлогодней травы, пожневных остатков путем выжигания. То есть это категорически запрещено, этого делать нельзя. Ну что же, Дмитрий Александрович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо, что еще раз напомнили о противопожарных мерах безопасности. Спасибо, Александр. Спасибо телезрители. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы видеокамер и систем нарушенного наблюдения по всему миру. В Великобритании женщина нашла способ, как эффективно, по ее мнению, защитить себя от коронавируса. Залезла в Зорбшар и покатилась по улицам города Хэри-Бэй, а потом зашла в супермаркет. Сложно сказать, эффективен ли такой прием в защите от вируса, но эффект от таких покатушек был однозначно ошеломляющим. Удивить и рассмешить прохожих британке удалось, а еще завоевать популярность в интернете. Женщина-пузырь, написали в комментариях пользователи. В канадском Торонто мужчина снял необычное явление – багровый ручей. Такой окрас он принял не без помощи человека. Местное предприятие произвело несанкционированный выброс – вылило в воду 400 литров красных чернил. «Это Бикока, наш местный ручей, стал похож на реку Крови», – написал канадец пост к видео и выложил себя на странице в соцсетях. Министерство охраны окружающей среды заявило, что выброс не опасен для природы, однако обязало предприятие принять меры по очистке ручья. А это пожар в центре Лондона. Загорелась квартира в здании над супермаркетом. Владельцы находились дома на карантине, пламя распространилось на кухне и быстро перекинулось на соседние помещения. Несмотря на то, что огонь разрастался стремительно, спасатели успели локализовать, а затем и ликвидировать пожар. Пострадавших нет. Кадры из Китая, где мальчик на велосипеде не смог вовремя затормозить, выехал на набережную, столкнулся с ограждением и свалился в реку вместе с велосипедом. На его счастье, поблизости оказалось много взрослых. Кто-то из мужчин прыгнул в реку и смог вытащить ребенка на поверхность. Однако первое время мальчик пытался выбраться из воды сам. Ему подавали сачок, чтобы он ухватился, но безуспешно. Тогда один из очевидцев решил, что медлить больше нельзя и прыгнул в реку. С ребенком все хорошо. Родители отблагодарили его спасителя. Камеры видеонаблюдения в лифтах – хорошее дело. В Санкт-Петербурге папа решил преподать своему сыну урок хозяйского отношения к вещам. В особенности к тем, что плохо лежат, а в данном случае висят. Прямо на глазах у ребенка начал отрывать со стенки лифта зеркало. Сын спросил у отца – пап, а зачем нам оно? На что глава семейства ответил – а зачем оно здесь? Давай заберем домой. И продолжил отрывать аксессуар от лифта. В итоге зеркало раскололось и рассыпалось на фрагменты. Трудно сказать, какой урок усвоил ребенок, но на лицо родительская безответственность. Такой пример детям точно не нужен. На сегодня все. Увидимся через неделю в это же время. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok